Итоги уходящего понедельника подводят наши корреспонденты Я, Николай Силков. Смотрите сейчас. Одноразовые перчатки и стерильная упаковка. Белорусский бизнес объявляет войну коронавирусу кто кого. Роковое пламя в Бобруйске горел частный дом. Репортаж с места ЧП. Тяжелая атлетика. Молодой спортсмен получил травму на глазах у всего мира. Теперь парня спасает вся страна. А также место встречи, новая Олимпиада и капризы апреля. Надолго ли погода ушла в минус? Белорусский бизнес адаптируется к пандемии коронавируса. Ритейлеры в режиме нон-стоп пополняют прилавки. Сетевые рестораны перешли на бесконтактную доставку. Моя коллега Мария Беречневич приследила за курьером от заказа до порога. Пандемия коронавируса вынудила бизнесменов пойти на беспрецедентный шаг. В Бобруйске заработала бесконтактная доставка еды. Рестораторы гарантируют тотальный контроль на всех этапах приготовления, будь то роллы, бургер или пицца. Повар должен в обязательном порядке помыть руки, просанитаризировать их. Только после этого он может снять спицу. У нас любой продукт не касается рук человека. Это запрещено. Любое действие упаковка делается с помощью лопаты и специализированными щитцами. Если средства дезинфекции в залах общепитов успели стать неотъемлемой частью интерьера, за нулевой доставкой пока обращаются единицы. По приходу в машину берем, обрабатываем с раствором руки, дабы убить все микробы. По приезду к клиенту делаем ровно точно так же. Чтобы воспользоваться ноу-хау, достаточно сделать пометку к заказу на сайте и платить его картой. По телефону курьер связывается с клиентом и оговаривает детали. Цена на доставку не меняется. Специальная коробочка, которая выше двух сантиметров, чтобы все в пакете. Я сейчас это все укладываю в пиццу, весь заказ вставляю на ней, сам отхожу на максимально дальнее расстояние, которое позволяет. Клиенту остается лишь выйти и забрать заветную коробку, а драйверу проследить, чтобы она попала в руки адресата. На сегодняшний день все сами знают, что происходит в стране. И на самом деле хочется минимизировать свое время, точнее общение с людьми. И так как у меня работа вообще разъездная, мне вообще лучше не общаться с людьми настолько близко. То есть я маски не хочу носить, но при этом я лучше не буду видеть людей, за них дотрагиваться. В магазин можно не ходить. Бесконтактная доставка вошла в моду у столичных клиентов. Так заказывают не только еду, но и одежду, гаджеты, корм для животных и детское питание. Мария Бересневич, Максим Галеонко, Бобруйск, 360. Огонь с продолжением. В Бобруйске накануне ночью загорелся частный дом. Подвела электропроводка или хозяин махнул рукой на безопасность, Максим Кембель передает с места ЧП. Ночь, улица, фонарь. Люди на лесной подрываются с кровати от оглушительного рева сирены. Полыхает соседский дом. Свидетели, проезжающие мимо, звонят в МЧС. Когда на место прибыли первые подразделения, наблюдалось горение кровли жилого дома. Внутри никого не находилось, хозяин был на улице. Пламя не справилась с кирпичной кладкой дома. Лишь оставила небольшой нагар. Огонь не пощадил хозяев и в буквальном смысле оставил без крыши над головой. Под этой пленкой огромная дыра. Она с горем пополам спасает от дождя и снега. Новая крыша влетит в копеечку. Спасатели предполагают, искру дала неисправная проводка. Максим Кембель, Андрей Богдан, Бобруйск, 360. Земля в огне, место встречи и шутки в сторону. Какие новшества ждут белорусов с 1 апреля. Далее обзор самых обсуждаемых заголовков дня. С 1 апреля ветеранам Великой Отечественной войны и некоторым другим белорусам начнут выплачивать премию к 75-летию Победы. Также вырастет базовая арендная ставка. Метр госсобственности оценили почти в 18 рублей. Подорожают некоторые марки сигарет. Максимум на 10 копеек. Производители и поставщики будут платить за сбор пластика на 90 рублей больше. В следующем месяце в союзном государстве заработает общая база невыездных. С начала года бойцы МЧС одолели более 1400 природных пожаров. Огонь раскинулся на 600 гектаров и буквально стер с лица земли 13 построек. Трех человек спасти не удалось. Лесные хозяйства для противостояния стихии закупили больше 250 химических станций и разбросали почаще свыше 600 ящиков с лопатами и песком. Сегодня Россия отделилась от соседей железным занавесом. Так правительство спасается от пандемии коронавируса. Исключения для Беларуси нет. В самой большой стране мира уже больше 1800 заболевших. Музей истории Великой Отечественной войны запустил онлайн-лекции для старшеклассников. Администрация предлагает поговорить с экскурсоводами, задать им вопросы, узнать редкие факты из военной истории, увидеть уникальные экспонаты музея. Занятия проходят по записи и длятся 45 минут. В классе надо установить компьютер с микрофоном и веб-камерой или ноутбук. Открытие летних олимпийских игр в Токио пройдет в следующем году, 23 июля. Параолимпиада начнется 24 августа. Ранее первенство отменили из-за распространения коронавируса. Транспорт на большом экране на остановке Домсвязи заработало информационное табло. На нем расписание движения маршрута к систему пока тестируют. Это единственный в городе монитор, который в реальном времени показывает, через сколько приедет машина. Две трети занимает реклама. Остальное место предоставлено для расписания городского общественного транспорта. На будущее мы рассчитываем и на возведение каких-то новых, более совершенных объектов, и с таким же, как говорится, размещением и рекламы, и расписание движения общественного транспорта. Будем равняться, как говорится, на более такие, как говорится, города, как Минск, Могилев, где эти уже усовершенствованные установки. Роковая штанга. Дмитрий Ходос сломал спину прямо на чемпионате Европы по тяжелой атлетике. Трагедию транслировали на весь мир. Новость про белорусского спортсмена взорвала интернет. Четыре месяца молодой человек прикован к больничной койке. Врачи обнадеживают. Шанс встать на ноги есть. Деньги на операцию собирает вся страна. Мария Бушкевич продолжит. Перспективному белорусскому атлету Диме Ходосу 17 лет. Перелом позвоночника во время юношеского чемпионата Европы по тяжелой атлетике разделил жизнь спортсмена на до и после. Поехал за золотом и не смог вернуться на своих двоих. Уже четыре месяца парень прикован к больничной койке и еще не скоро сможет заняться любимым делом. Дима был готов на эти результаты. Он очень даже готов. И тем более такой устремленный парень. Его не надо было заставлять на тренировках. Все время только останавливали. Я был в зрительном зале. И все вот это случилось на глазах. Это как-то ужасно. До сих пор ужасно. Трагедию видели не только болельщики на стадионе. Первенство тяжелой атлетов в прямом эфире показывали главные спортивные каналы мира. Мама стала свидетелем травмы дома. Чувствую я себя нормально. В три часа приходят делать процедуры. Рактикализатор. Сюда кушетка такая заезжает, поднимает. Хочу ходить. Буду ходить. Любовь к тяжелой атлетике у Димы проснулась еще в восьмилетнем возрасте. В 2016-м поступил в училище Олимпийского резерва. Сейчас педагоги помогают не отставать по программе. Проводят занятия онлайн. Впереди выпускные экзамены и ЦТ. Юноша мечтает поступить в БГУ, ФК. У него сложное положение. Будем искать еще страны и врачей, которые смогут вообще сделать его входящим. Можно сказать, прозванием много клиник. Друзья, сплошь титулованные спортсмены, не забывают коллегу ни на минуту. Держат связь 24 на 7. Ты большой молодец, что ты терпишь это все, что ты сражаешься, не сдаешься. Без тебя, на самом деле, тут не так уж весело. Все за тебя очень переживаем. Все у тебя получится, все в твоих руках. Главное, не сдавайся. Мы верим в то, что он встанет. Мы надеемся на это. Врачи обнадеживают. Шансы встать на ноги есть. Операция и реабилитация стоят дорого. Помочь Диме может каждый. Реквизиты на экране. Мария Бушкевич, Андрей Богдан, Бобруйск, 360. Снег в апреле. Бобруйск в конце марта попрощался с весной. Синоптики сращают минусом шквалистым ветром и метелями. Надолго ли тренд, уточнила Кристина Рианц. Метель посреди весны. Мокрый снег, дождь, порывистый ветер. Климатические реалии ближайшей недели. В минувшую пятницу термометр сразил рекордным плюсом. В понедельник страну накрыл мощный снежный фронт. Настроение супер весеннее. Ну и снежок. Но зимой не было. Хоть весной снежок увидим. Вчера было тепло. Плюс 16. Ходили уже почти в майках. Сегодня холодно. Хочется тепло немножко. Европу тем временем также захлестнули морозы. Арктический фронт пронесся по России, Украине, Литве, Латвии, Великобритании. В нескольких районах королевства выпал мокрый снег. Осадки и заморозки метеорологи здесь прогнозируют на всю предстоящую неделю. Во вторник в Беларуси ожидается переменная облачность преимущественно без осадков. Снег пройдет только ночью и только по востоку страны. Местами на дорогах возможно гололедится. Температура воздуха 31 марта ночью от 3 до 9 мороза. Днем плюс 7. Автолюбители, которые запланировали переобуться по настоянию ГАИ, должны с этим повременить. По крайней мере до наступления плюсовых значений по ночам. Кристина Ариянс, Андрей Богдан, Максим Глеонко. Бобруск 360. Выгодное предложение на рынке столичной недвижимости в премиальном жилом комплексе «Парк Челюскинсов» в Минске акция на квартиры. Минус 10% от каждого квадратного метра в доме номер 2. 10% – это хорошая скидка, которая поможет сэкономить существенное средство. Во всем мире жилье уровня этого комплекса стоит дорого и очень дорого. Но только не в Минске. Обо всем по порядку. Самое главное – минус 10% на любую квартиру в доме номер 2 и при любом способе ее приобретения – в рассрочку, кредит или если клиент сразу же внесет всю нужную сумму. В вене времени выбрать понравившуюся квартиру, обсудить финансовые инструменты, можно без личного присутствия в офисе продаж застройщика. По телефону вся необходимая информация. От 38 квадратных метров до 78 с возможностью организации пространства, таким образом, которым вам необходимо. Акция продлится только до 15 апреля. Сейчас есть уникальная возможность приобрести качественное, комфортное, современное жилье возле парка со скидкой в 10%. В доме номер 2 25 этажей. Это европейская недвижимость комфорт-класса, при возведении которой используется современное архитектурное решение. Просторное лобби с местом для консьержа, скоростные бесшумные лифты от компании «Отис», панорамное остекление самого дома, приватные открытые террасы, а первый этаж – это гараж-стоянка на 82 автомобиля. Престиж подчеркивает полностью закрытая территория с современной системой видеонаблюдения. Все необходимое здесь же. Два детских садика. Один встроенный будет пристроен в первом жилом доме, а также второй детский садик вдоль улицы Макайонка. Парк Челюскинцев, откровенно говоря, это уникальный комплекс. Почему? Он расположен вдоль проспекта независимости центрального. Рядом располагаются дмитро, станция Московская, парк Челюскинцев. Природа. Буквально под окнами более 170 гектаров лесного массива, если посчитать вместе парк и ботанический сад. Это гораздо больше гайд-парка в Лондоне или Люксембургского парка в Париже. Рядом сразу несколько спортивных комплексов, спортплощадки. Для детей – аттракционный парк и детская железная дорога. Позиция застройщика – людям, нуждающимся в жилье, выгоднее вкладывать в свою квартиру, чем бесконечно платить за аренду. Поэтому разработаны клиента ориентированные финансовые инструменты. Рассрочка от застройщика в комплексе предоставляется на срок до 4 лет. Без процентов, без переплат, без увеличения цены. Привлекательна партнерская программа кредитования «Ипотека с нами» от Беларусьбанка. Это до 90% стоимости жилья сроком до 20 лет. 4,74% в первый год, 9,75% на второй и третий год, затем 14,19% на остальные годы. Кредитная программа от Беларусьбанка рассчитана на 5 лет. В первый год ставка составит 5,99%, в последующие – 14,18%. Для тех, кто готов платить за свое жилье сразу, собственными средствами либо с привлечением кредитов банков, предусмотрены существенные скидки. И самое важное – это именно тот случай, когда нужно поторопиться. Акция, а следовательно и скидка в 10% будет действовать только до 15 апреля. Это все к этой минуте. Следите за нами в интернете и соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!